Всем привет! Сегодня у нас будет история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю, затем дам комментарии, разберем, и вы свои комментарии тоже ей напишите. Здравствуйте, Галина! Хочется попросить вашего совета и мнения как психолога, как женщину-турецкого мужчины, а также мнения ваших подписчиков. В начале декабря 2020 года я отдыхала в Турции уже с бывшим молодым человеком, так как наши отношения шли к логическому завершению, но не о них сейчас. У бывшего моего в Турции был друг. Как-то вечером мы собрались за ужином, там была компания, все общались, отдыхали, мы вернулись домой, и я закончила отношения. И мне пишет друг моего бывшего парня, что парень-то из той компании попросил мой номер телефона. Тогда я ответила, окей, ну да, ему, не подозревая ничего. В тот единственный вечер, когда мы ужинали, только с тем мужчиной у меня сразу пошло общение. Мы говорили и на русском, и на английском, и нам было легко и комфортно в общении. Тогда я не думала о новых отношениях, тем более с мужчиной из другой страны. В тот же вечер мы списались с ним в WhatsApp, созвонились, говорили часа два, он рассказал про свой бизнес, чем занимается, в общем, обо всем и ни о чем. Он сказал, что я милая, красивая, очень понравилась ему. Спросил, хотела ли бы я еще приехать, нет ли у меня сложности на работе с отпуском. Я ответила, что хочу, проблем с работой у меня нет, но я сразу сказала ему, что у меня в жизни не все так просто, что у меня есть дочка, ей 4 года. Если тебя это не смущает, и это не проблема, то мы можем продолжать общаться и планировать совместный отпуск. Он не ожидал, но нормально отнесся к этому. Еще примерно неделю мы созванивались каждый день, могли говорить по 3-4 часа, что-то обсуждать, смеялись. У меня было чувство, что этот человек просто, я его знаю очень много лет. Потом он предложил встретиться на Новый год вместе, чтобы я прилетела к нему, он купит мне билеты, так как это он меня приглашает. Мы определились с датами, купили билеты, я прилетела, он встретил меня, все было хорошо, провели 12 дней вдвоем, жили в отеле, заезжали к нему в гости. Он показывал свою квартиру. Перед отъездом он сказал, что уверен, придет максимум месяц, и мы снова увидимся. По прилету домой мы всегда были на связи. Он говорил, что скучает, ждет меня, но из-за ковида я смогла прилететь только через полтора месяца после нашего первого отпуска. Но был непонятен вопрос о покупке билетов, так как покупать за свои деньги я не собиралась. Это принцип, не тратить деньги на мужчин. И 400 долларов отдавать каждые два месяца, знаете-ка, немаловато для меня. Мне было неловко спрашивать его, да и вообще я не люблю финансовые вопросы в отношениях. Ситуация дошла до такого момента, что я спросила, милый, а ты мне купишь билет? Он молчал и ничего не говорил. По итогу он немного удивился, а ты что, хочешь, чтобы я тебе купил билет? В итоге он его купил, и я снова прилетела. Тему о билетах больше никто не поднимал. Хотя я думаю, это стоило сделать, конечно, лично обсудить этот вопрос при встрече. Но как это сделать? Это моя какая-то психологическая проблема. Мы хорошо провели две недели, я привыкла к нему, хотелось бы какой-то конкретики, что ли, в отношениях. На словах-то мы пара, все ясно, но никаких разговоров о будущем у нас не было. Как вести себя дальше, если снова начнутся эти непонятные вопросы о том, кто решит вопрос билетов и так далее. Если будущее у наших отношений. Но я мельком спросила, могу ли я летом пожить в ее квартире, если приеду с дочерью. Он был не против, но предупредил, что в сезон много работает, и мы не сможем 24 на 7 проводить время вместе. Очень хочется развивать эти отношения, так как он хороший человек, нехорошо с ним. А жить на две стороны сложно очень. Буду благодарна за ваши советы. Ну, спрашивали не только меня и подписчица, так что, девочки, пишите, что вы думаете. Ой, от себя хочу сказать. Ну, отчасти, мне кажется, да, вы торопите события. И это дело не в билетах. Я бы, например, на вашем месте, ну я же не на вашем месте, но все равно, да. Я бы не спросила, например, про можно я с дочкой поживу в твоей квартире. Как бы, ну, он же должен, мне кажется, так сложиться обстоятельства. Он должен захотеть сам это предложить или пригласить, правильно. А когда я спрашиваю сама, ну, мне бы, по моему характеру чисто, да, это же от людей зависит, мне бы так показалось, ну, наглостью какой-то, что ко мне в какую-то личную территорию лезут. Может, поэтому он из вежливости, вот, зная турок, они никогда не скажут нет, они же гостеприимные очень. А он ответил, что я буду очень много работать. Ты же ко мне, типа, едешь, да, я буду много работать, мы с тобой видеться не будем. Поэтому он как бы, ну, я когда это читала, у меня была мысль, что он отказал, по сути. Как бы он не сказал, нет, турки не говорят, некрасиво было бы сказать нет. Они же всегда намеками, полутонами, и нет в ответ не скажут никогда. А чисто так, ну, посмотрим, колым, бакарыст, вот эта вся история, да, будет ясно, будет видно, увидим, посмотрим. Вот он вам ответил. Ну, как бы, да, конечно, но меня дома не будет. То есть априори закладывается, что вы понимаете, вы же к нему едете. То есть он-то проверяет, понимаете, мне кажется, что он сейчас делает. Да, на словах, вы, во-первых, реально гоните лошадей впереди повозки, или как там называется это, да. Короче, вы слишком много, вы уже сразу хотите. Дело не в билетах, билеты это отдельная история, но я не вижу, чтобы у нас были разговоры о будущем. Я уже готова заехать к нему в квартиру, вы слишком много хотите для начала. У вас было, блин, две встречи, ну, одна даже, если была. Рановато. Дайте, блин, почему вы считаете, что на расстоянии надо быстрее гнать отношения, как если бы вы встречались в реальной жизни? Ну, до того, чтобы ехать к нему в квартиру, пожить, ну, годик-то должен, наверное, пройти, правильно? Если бы, ну, встречались, как, по-нормальному встречаются парень с девушкой, да. Если у вас вопрос такой, что, ой, я не хочу, чтобы побыть использована, и потом не скажут, что будущего у меня нет, мне от этого страшно, во страхи таких, да, гонят, ну, тогда, блин, и находите мужчину тогда возле своего дома, рядышком, да, в одном городе с собой, вот я к чему, что не вступайте в заведомо трудные отношения. Отношения с иностранцами, на расстоянии, они, априори, они трудные. Это работа большая, чем с мужчиной в своем городе, с которым ты можешь легко встретиться, менталитет у вас одинаковый и так далее. Получается, я влезаю в тяжелые отношения, довольно-таки трудные, проблематичные, но хочу результат быстрый, чтобы было еще быстрее, чем с моим мужчиной, который будет у меня на родине. Ну, так как бы не бывает, он так, тогда у вас не получится с ним. И поверьте, если он с какой-то вот курортной зоны, как вы где говорили, с ним познакомились, вы были в отпуске со своим парнем просто, ну, однозначно скажу, что там, ну, он наслышан о иностранках, о том, что иностранки, многие хотят чем-то там попользоваться, может, у него нормальный, как сказать, бизнес есть, приличная работа и деньги есть, он тоже не дурак, не знаю, встречаться, жить с каждой первой встречной. То есть, скажем так, парень на расхват, может быть, по местным меркам, и для иностранок, он тоже не хочет свой счет потерять. И поэтому он осторожно довольно-таки относится к отношениям. И так как была первая встреча, он вам купил билет, это было нормально все, да, а на второй он уже что-то, вы ему задавали такой вопрос. Так, мне кажется, если в первый раз это было не проблема, а второй раз вам пришлось ему напомнить, а, возможно, у него не такие теплые чувства к вам, он уже в раздумьях что-то какой-то момент ему не понравился, хоть вам кажется, что супер на сообщении идет, все классно, очень многое можно и самой додумывать и натягивать, правильно? Я вот не обидеть или там разочаровать вас, разочаровать тоже вас не хочется, но я вот чисто логически, да, вот рассуждаю, да. Первый раз я купил билеты, а второй раз нет. Пришлось напоминать, купил в итоге только с напоминания, с пинка какого-то, с натяга. Ну, значит, не так заинтересован, он уже был. Что-то у него есть такое, что его смущает вас. Возможно, вот это какой-то момент он вас просматривает, почувствовал что-то вас, и сейчас держит немножко на расстоянии и проверяет вас. И раз он на таком напряге, издалека чуть-чуть, да, вот с этим вопросом билетом, вы ему еще задаете сверху, убеждаете его в своих каких-то, может, меркантильных намерениях, типа, я у тебя в квартире твоей попользуюсь, поживу. Вы только, блин, знакомы, несколько месяцев прошло. Не рановато ли к нему в квартиру заезжать? Вот я к чему. Поэтому, если вы будете продолжать так себя вести, у вас не будет, мне кажется, будущего. Мужчина, который хочет вкладываться в женщину, он хочет, чтобы она прилетала, то он ей оплатит. У него не надо будет напоминать и давить. А если мужчину надо напоминать, значит, не так он сильно хочет, значит, его что-то самому смущает, он в чем-то сомневается в отношениях и так далее. Это повод вам задуматься. Но подстраиваться под нему и казаться другой какой-то, тоже не вариант. Когда-то придет момент, когда вам придется скидывать маску и показывать свое истинное лицо, и тогда пойдут конфликты всякие, он скажет, дорогая, это не то промо-ролик, который я посмотрел для отношений, ты по-другому вообще выглядишь, у тебя другое отношение, другие требования, алло, алло, улю, как бы, а в чем дело? И другие вопросы тогда возникнут. Надо быть такой, какая я есть, но просто понять, например, мы друг другу не подходим. Вот что. Может быть, он не может съехать с отношений. Короче, я так скажу, его что-то сомневает сейчас, у него есть сомнения в вашу сторону в отношениях, что я не знаю, какие-то ваши человеческие повадки, момент характера, скорее всего, он присматривается. И если вы продолжите себя вести так, как есть сейчас, это может вас отдалить. А если быть, маску надевать, ну, можно подстроиться, а вам это надо, зачем вообще подстраиваться, быть неестественной, это тоже может в итоге привести к каким-то последствиям и проблемам. Честно, я бы, знаю такой расклад, да, я бы, например, набралась смелости, а в особо терять нечего, и спросила бы, почему ты во второй раз мне пришлось тебе намекать и давить по поводу билетов, или конкретно почему в качестве кого-то вообще меня видишь в отношениях, да. Хочешь ли ты со мной в будущее? Вообще тебя смущает, что у меня есть ребенок? У вас, знаешь, из чего получается недомолвки? Он молчит, потому что он турок. Они вообще крайне редко выходят на открытые вот такие разговоры, это предикатива европейского вообще менталитета, в лоб напрямую, не стесняться. Но это в этом есть плюс определенный, потому что турки могут быть к этому не готовы, они могут обалдеть, они могут выдать все сразу и по-честному сказать о своих там страхах и так далее. Либо они могут оппиноваться, пятиться, каракатиться и назад, и говорить, да не-не-не, все в порядке, все нормально, потом они умеют вообще взять расстаться, не признавать это. Тут два варианта, какого поведения может быть, но ваше поведение напрямую спрашивать или в лоб, это не так, не есть плохо, это окей, и это определенное, даже я бы сказала, важное оружие иностранца здесь в Турции, ну, общаясь с их менталитетом, вот так я это назову, это определенный вам плюс. Вы можете так делать, а они так не могут, вот в чем дело, это ваше секретное оружие. Я бы, например, спросила, да, напрямую, ну, как-то красиво, не в лоб там, алю, здрасте, да, а как-то красиво завуалировано, как ты видишь себя, например, свою жизнь через пять лет, он там скажет, я, например, работу вижу, траляля, бизнес, ты, а меня в своих отношениях ты не видишь через пять лет своей жизни, что с нашими отношениями, вот понимаете, как надо спрашивать, они, что, ты меня любишь, когда жениться будешь? Ну, это вообще, получается, два раза. Посыл один и тот же, да, мы узнаем, или хитро витиеват, или напрямую в лоб. Напрямую в лоб, вот как второй вариант, не, не надо, пожалуйста, это не очень-то, это любого обескуража, даже кто хорошо настроен, ему это может, это не понравится, так поставленный вопрос. Вот, так что, вы там смотрите, конечно, но я задала вопросы, разузнала о его планах на жизнь, поняла, если я в этих планах, если меня там нет, то я бы уже делала выводы, это говорит о том, что он со мной просто проводит время, ему просто приятно, и серьезного, как совместной жизни, свадьбы и всего прочего, скорее всего, не намечается, по крайней мере, сейчас в его голове. А готова ли я ждать, когда в его голове это наметится, или когда ему это станет нужным, это уже вот другой, третий вопрос, поэтому там уже из-за своих потребностей узнаете, готовы вы на это или нет. Если вот не готовы, то ну что, вопрос, расставаться. Понимаете, я всегда вот повторюсь, я тоже вот мне недавно на консультации такой вопрос был, девчонки одной прикольной, хорошей. У нас все так хорошо, это прям вот мой родной человек, вот мы две половинки сошлись, но там есть один вопрос, который мне в нем не нравится. Это уже и говорит о том, что вам в нем что-то не нравится. Это не две половинки. Любят безусловно настоящую любовь, когда с человеком ты в тандеме, а не закрывают глаза на то, что что-то не нравится. Это априори не любовь. Это называется союз по условной договоренности, или еще это можно назвать компромисс, когда я уступаю на что-то, закрываю глаза. Так вот, чтобы гармонично много лет на 50-70 вместе прожить. Это история наших бабушек, дедушек Советского Союза, когда жили на компромиссах. А вот вопрос, счастливо ли жили, а все ли у них было хорошо, это можно говорить, мы жили хорошо, счастливо. Куда ни копни, в основном все терпели. А вам это нужно? Если вы на такое согласны, пожалуйста. Я бы, например, не была согласна что-то терпеть. Жизнь уходит здесь и сейчас наша. Мы ее проживаем. Так проживайте с людьми, которых вы любите и любите себя при этом. Чтобы не было такого, что я перед смертью подумала, блин, я бы все перекроила, вернулась вообще, замуж не выходила и вообще провела бы жизнь вообще по-другому. Она сейчас в ваших руках, в вашей жизни проводите сейчас, как вы можете, как вам хочется. Оцепляться просто, чтобы было. Мы родные, хорошие, но вот смотрите, билеты у меня покупают и вообще что-то молчит о будущем. В общем, ладно. Надеюсь, у меня получилось свои мысли до вас нанести, для рассуждений. Я всех люблю, всем желаю всего хорошего. Если видео полезное, ставьте обязательно лайк, пишите комментарии, советы этой девушке. И самое главное у меня в инфобоксе под видео остается моя почта электронная для того, чтобы записываться ко мне на консультации психологические или отсылать, присылать точнее сюда мне на почту ваша история для разбора видео и видеоответа. Спасибо за внимание. Всем пока.